Абакан остался без горячей воды. Сегодня ТЭЦ на 5 суток приостановила свою работу, а завтра, 23 августа, отключат и холодное водоснабжение. В Хакасии за минувшие выходные в ДТП погибли 3 человека, еще несколько пострадали. Серьезные травмы на дороге получил и 11-летний мальчик на самокате. Импортозамещение в деле. Глава Абакана Алексей Лемин посетил фабрику 12 стульев. Мебельное производство, которое работает уже больше 30 лет. С чего начинается родина? Сегодня отмечается День государственного флага. В детских садах прошли утренники, посвященные национальному триколору. Здравствуйте! В эфире телеканала Абакан-24. Информационная программа сегодня в студии с обзором событий понедельника. Роман Климзуков. Не приключайтесь, я расскажу о том, что важно. Начнем с городских тем. Абакан без воды. Сегодня ТЭЦ приостановила свою работу. И в квартиры горожан перестала поступать горячая вода. Так будет пять дней, пока специалисты сибирской генерирующей компании не проведут технические ремонты и не подготовят теплоэлектростанцию к предстоящему отопительному сезону. А завтра, 23 августа, в столице республики отключат и холодное водоснабжение. По этой причине в Абакане не будут работать детские сады. Сегодня, 22 августа, ТЭЦ полностью остановила свою работу. Только сутки уйдут на охлаждение систем. Затем рабочие предприятия проведут диагностику оборудования. В период остановки станции с 22 по 27 августа горячая вода не будет поступать в квартиры жителей столицы, а также соседнего города Черногорска. Это мера вынужденная, говорят энергетики. Станция должна быть подготовлена к новому отопительному сезону. Во время остановки ТЭЦ ремонтные бригады переходят на особый, круглосуточный режим работы. Первые сутки специалисты будут расхолаживать оборудование. Больше 20 часов потребуется, чтобы остудить котлы. Надо отметить, что к работе на станции также привлекут сотрудников Минусинской ТЭЦ. На главном паропроводе проверят все стыки, гибы, задвижки. Этим временем воспользуются и сотрудники Абаканского водоканала. На сутки 23 августа они приостановят подачу холодного водоснабжения, чтобы привести в порядок сети. Поэтому уже завтра в Абакане не будут работать детские сады. Потребители просят отнестись с пониманием и сделать запасы воды. Планируется, что уже в 11 часов вечера 23 августа холодное водоснабжение будет восстановлено. А 27 августа в 4 часа утра Абаканская ТЭЦ возобновит подачу горячей воды, промышленного пара и электроэнергии. В течение дня горячая вода поэтапно появится во всех районах Абакана и Черногорска. 561 домовладение 10-го жилого района Абакана может принять участие в проекты администрации города по переходу на электроотопление. Напомним, с прошлого года власти столицы совместно с правительством республики разрабатывают эксперимент, в рамках которого предусмотрена частичная компенсация тарифа на электроэнергию для тех собственников, которые откажутся от угля. Сейчас подготовка вышла на финишную прямую. В прошлой неделе глава Абакана Алексей Лемин подписал постановление о реализации пилотного проекта, в котором определены и его территориальные границы и ряд других параметров. Буквально через несколько недель в Абакане начнется отопительный период. В последние годы его характерной чертой стал удушливый смог, расползающийся над городом. Источников загрязнения воздуха несколько, но самый значительный, по мнению многих экспертов, это печное отопление частного сектора столицы. В городе порядка 15 тысяч домовладений, большинство из которых обогреваются угольными котлами. Решений этой проблемы, по большому счету, немного. Либо переход частного сектора на централизованное отопление от Абаканской ТЭЦ, что достаточно сложно и дорого реализовать, либо отказ от угля в пользу электроэнергии. Но здесь все упирается в тариф. Собственно, пилотный проект администрации, который предполагает субсидирование части тарифной ставки, должен показать, заинтересованы ли горожане в переходе на электроотопление. Этот эксперимент, рассчитанный на несколько лет, стартует с началом грядущего отопительного сезона. Подписанное постановление нашим главой города Абакана, это два основных, это мы утвердили четко границы реализации в городе Абакане вот этого пилотного проекта. То есть все определили. В общей сложности потенциально, которые могут в этом отопительном переводе пользоваться этим льготным снабжением на электроотопление, это 561 домовладение. В 10-м жилом районе, это, если всем понятно, делится по улице Лихачева. Все, что справа к федеральной дороге, дачи не берутся, поэтому, в смысле, дачи здесь не участвуют, только ИЖС. Такое территориальное разделение связано с тем, что данный район наиболее обеспечен необходимой энергомощностью. Впрочем, в постановлении предусмотрен ряд мероприятий по строительству и реконструкции объектов для реализации пилотного проекта. Речь о подстанции и частичной замене кабельных линий. На основании постановления в ближайшее время будет подписано соглашение со сбытовой организацией Абакан Энергосбытом, которое будет работать непосредственно с собственниками домовладений. Участие в проекте, напомним, сугубо добровольное. Будет направлено уже соглашение между Абакан Энергосбытом и непосредственно этим абонентом-потребителем. Он должен тоже подписать это соглашение. Почему? Потому что добровольного участия никто никого принудительно не будет. И плюс к этому обязательно есть перечень документов. Немаловажно то, что обязательно домовладение должно быть закончено строительством объект и, соответственно, зарегистрировано право собственности. Что касается конкретных параметров эксперимента, то они прописаны в соответствующем постановлении правительства Хакасии. Субсидироваться будет 72 копейки за киловатт-час при тарифе рубль 72. При этом компенсация распространяется в каждом случае на площадь не более 200 квадратных метров. Определены и нормативы энергопотребления. На основании этого мы подработали совместно с Республикой, с Министерством природных ресурсов соглашение о предоставлении субсидий из республиканского бюджета. Вчера его подписал наш глава, подписал министр природных ресурсов Министерства Республики Хакасия. Сегодня мы его уже все наручным от них получили. То есть это дает нам основания начинать использовать те субсидии, которые заложены и наши в бюджете 10 миллионов и соответственно 10 миллионов Республики Хакасия. Последующие годы финансирование будет расти. При этом авторы проекта подчеркивают, что одномоментного улучшения экологической обстановки уже этой зимой ждать, конечно, не стоит. Однако первый шаг в этом направлении сделан. Анзор Сабанов, Василий Конзычаков, новости. В Абакане на месяц закроют участок улицы Советская. Это связано с ремонтом теплосетей по линии СГК. Так, движение будет ограничено с 6 часов утра 30 августа до 6 утра 1 октября. Это коснется отрезка улицы Советская в границах Карла Маркса, Ивана и Рыгина. На время проведения земляных работ изменятся также маршруты движения автобусов под номерами номер 2 и номер 9. Горожанам стоит отнестись к временным неудобствам с пониманием. Импортозамещение в деле. Посидеть сразу на всех стульях можно в Абакане, если отправиться на фабрику 12 стульев. Мебельное производство, которое работает уже больше 30 лет, сегодня посетил глава города Алексей Лемин. Нужно отметить, что мебель из нашего города хорошо зарекомендовала себя на рынке не только Хакасии, но и всей России. Абаканские стулья и столы радуют семьи во Владивостоке, Иркутске, Новосибирске. Вот такой достойный ответ западным санкциям. Знаменитый абаканский стул. Он хорошо виден издалека и даже входит в Книгу рекордов России. Он хорошо знаком не только жителям Абакана, но и республике. Оказывается, здесь уже больше 30 лет производят мебель и продают ее далеко за пределы Хакасии. Прямо сейчас отправимся на производство. Только представьте, эта история началась 33 года назад. Именно столько лет работает абаканская фабрика «12 стульев». Менялись времена, менялся ассортимент продукции. Сначала изготавливали кухни, кухонные уголки, потом шкафы-купе и компьютерные столы. А сегодня в производственных цехах главный герой стул. И, конечно, обеденные группы. Мы стараемся расширить ассортимент под разный вкус, и под молодежный, и оставить классику. И с покупателем работают профессиональные консультанты, которые могут все объяснить. Но сначала было дерево, а точнее береза, натуральное, сибирское. Прежде чем создать изделие, рисуют эскиз, потом вытачивают детали, обрабатывают их. Процесс не быстрый, но качественный, причем с использованием ручного труда. В месяц на фабрике изготавливают около одной тысячи стульев. И это не считая кровати и столов. Фишка, что все представленные экземпляры легко собираются. В комплекте есть все необходимое и, прежде всего, подробная инструкция. За 33 года можно многое придумать. Конечно, мы же не сразу этим начали заниматься стулями, столами. Шли постепенно к этому. Добились максимума производства мебели, потому что стул – это, наверное, самое престижное. То, что можно изготовить из мебели, это считается стул и столы. Поэтому вот со временем пришли. Ну, есть коллектив. У меня очень хороший коллектив. Есть хорошие специалисты. Мы много лет работаем. Один бы я, конечно, ничего не сделал. Спасибо коллективу. Мы создаем все это с моими умными головами. Глава Абакана Алексей Лемин впервые на этой абаканской мебельной фабрике. Говорит, масштабы производства впечатляют. Мебель поставляют по всей России от Калининграда до Владивостока. Зашел разговор и о внутреннем рынке сбыта. Чтобы обеспечивать абаканской мебелью муниципальные школы и детские сады. Ведь сделано все из натуральных материалов. Действительно, производство уникальное. Продукция высочайшего класса. А самое главное, это наша, своя, местная абаканская продукция. И мы, в первую очередь, конечно же, заинтересованы в расширении. То, чтобы предприятие всегда было загружено работой. И как можно больше абаканцев работало. Мы заинтересованы, чтобы эта продукция поставлялась в том числе, например, в нашей школе. Потому что, например, парты мы закупаем чуть ли не за Уралом. Хотя свое производство здесь находится совсем рядышком. Работы и заказов хватает, говорят на фабрике. Конкуренция и уход с рынка иностранных производителей тоже на руку. Развиваться нужно, несмотря ни на что. Сегодня в салоне мебели представлены новые модели. Они хорошо вписываются в современные интерьеры. А технология их производства не так проста, как кажется. Есть схема сборки, по которой можно это сделать. Есть вся фурнитура. И, соответственно, те ключи, которые необходимы для сборки. Вот более сложные формы гнутоклееных деталей. В результате мы получаем вот такую форму. Это будет в данном случае сидение. Или вот такая форма. Это спинка. После обработки, что мы получаем? Получаем вот такую крашеную спинку. Вот такое обтянутое сидение. Нет, это эко-кожа. И потом все это собирается, пакуется. И можете потом увидеть уже готовое изделие. Коллектив фабрики – это больше 50 человек. В основном люди рабочих специальностей. Такие мастера всегда востребованы. Кроме того, помогает в производстве мебели и современное оборудование, чтобы стул был удобным и комфортным. Кстати, посидеть на всех стульях покупателям обязательно предложат перед покупкой. Практически там 2-4 модели. Мы создаем новых обязательно. Уже в среду в эфире телеканала «Абакан-24» мы продолжим знакомство с фабрикой 12 стульев в программе «Сделано в Абакане». С 1 сентября в России вступает в силу новый порядок расчетов платы собственников жилья в многоквартирных домах за ресурсы на общедомовые нужды. Соответствующее постановление на федеральном уровне принято несколько месяцев назад. А профильные ведомства не раз объясняли, как изменится порядок расчетов. Однако вопросы к новому законодательному акту у квартиросъемщиков есть до сих пор. Общедомовые нужды – понятие обширное. А сюда относятся содержание чердаков, подъездов, подвалов. Естественно, на это тратятся коммунальные ресурсы, в частности, вода и электричество. Вплоть до 1 сентября нынешнего года все это оплачивалось всеми нами, жильцами в пределах установленного норматива. Сверх норматива платила уже управляющая компания. И все бы ничего, если бы не действия отдельных собственников. Кто-то где-то уменьшает себе показания каким-то образом, либо недостоверные показания передает, заменьшает, либо это те квартиры, в которых по нормативу осуществляется начисление, допустим, в отношении одного прописанного лица. Допустим, индивидуальных приборов учета нет, а проживает существенно большее количество людей, которые потребляют больше ресурсов. Так вот, все вот эти причины, они увеличивают небаланс потребляемого общедомового ресурса. Так вот, с сентября месяца весь этот небаланс, то есть сверхнормативный ОДН, будет всецело распределяться только на собственников помещений, расположенных на квартирном доме. Именно то, что собственники теперь платят за все, и насторожило большинство владельцев квартир. А дальше началась игра в испорченный телефон, и в итоге распространилась информация, что платить придется из-за соседей-должников по коммунальным платежам. Но это не соответствует истине. Нам часто задают, приходят такие вопросы, задают, что вот случай, если мой сосед не платит. Вот если сосед не платит, ему начисляется, да, плата, но он ее не оплачивает, никогда этот долг на его соседей распределен не будет. Рано или поздно исполнитель коммунальной услуги выйдет в суд и все-таки взыщет эту задолженность. То есть задолженность, она не будет распределяться. А вот именно вот эти моменты, где идет искажение показаний, и возникает небаланс показаний по дому, вот эти сверхнормативные значения теперь будут распределяться в равной степени на всех жильцов. Как действует механизм? Во-первых, он распространяется на четыре вида ресурсов. Холодная и горячая вода, электричество, водоотведение. Ну а дальше банальная математика. Из общего потребленного домом количество ресурсов вычитаются потребленные каждой квартирой. Получившаяся разница распределяется на всех. К слову, уже сейчас можно понять, насколько большой небаланс по каждому дому. Достаточно обратиться в управляющую компанию. Другой вопрос, как быть, если речь о действительно больших суммах? Как вычислить нечистоплотного соседа? Пока непонятно. Но присматривать друг за другом теперь, видимо, придется. Всегда можно обратиться в адрес исполнителя коммунальной услуги. И исполнитель имеет право, есть определенная периодичность, не чаще и не реже какого периода исполнитель имеет право провести проверку корректности работы приборов учета. Это и антимагнитные пломбы устанавливать, и приходить контрольные показания, снимать, проверять сами пломбы. То есть ряд мероприятий можно инициировать в случае, если у людей есть подозрение, что тот или иной собственник хитрит. Первые расчетки с новыми данными абаканцы получат в октябре. Вот тогда и посмотрим, насколько у каждого из нас добросовестные соседи. Анзор Сабанна, Василий Конзычаков, новости. С 1 сентября правительство Хакасии на 20% увеличит оклады педагогам республики. Об этом сообщил сегодня глава региона Валентин Коновалов на своей страничке в соцсетях. На данный момент в республике уже увеличены оклады молодым специалистам, работающим с детьми из семей в трудной жизненной ситуации, а также учителям, которые ведут обучение на хакасском языке. Педагогам в сельской местности предусмотрены доплаты и компенсация расходов на оплату ЖКУ. А с 1 сентября будут увеличены размеры базовых окладов во всех образовательных организациях республики на 20%. В городском управлении образования сообщили, что пока не могут пояснить, коснется ли увеличение всех работников образования. Никаких документов из правительства региона пока не поступало. К происшествиям. Жуткое ДТП в Усть-Абаканском районе. Погибли трое жителей Хакасии. Авария произошла в минувшую субботу на 22-м километре трассы Абакан-Ак-Давурак. По информации республиканского ГИБДД, водитель Рено выхал на встречную полосу и лоб в лоб столкнулся с Ладой Веста. На месте погибли трое пассажиров отечественной легковушки. 50-летний мужчина и женщина и 85-летняя пенсионерка. Все они были не пристегнуты. Серьезно пострадали еще пятеро. Среди них и 10-летний ребенок. Возбуждено уголовное дело. Виновнику аварии грозит до 7 лет лишения свободы. Еще одно смертельное ДТП произошло в Минусинском районе. По вине пьяного водителя погибли два человека. Еще двое пострадали. По предварительным данным, дорожной и полиции шофер грузовика не справился с управлением. Хендай опрокинулся на проезжую часть. В это время на встречу ехала легковушка. Водитель среагировать не успел. В результате происшествия погибли две женщины, которые были в иномарке. Рулевой и 12-летняя девочка госпитализированы. Известно, что виновник аварии был пьян. А минувшим утром на въезде в Белый Яр в лобовом столкновении травмированы три человека. Водитель ВАЗа, житель Красноярского края, двигаясь со стороны Саиногорского бока, уехал навстречу и столкнулся с Тойотой Карина. Пострадал молодой человек, который управлял иномаркой, и 20-летняя пассажирка ВАЗа. У обоих закрыты переломы. Известно, что водитель отечественного авто был пьян. Освидетельствование проводилось в больнице. Показатель в пять раз превысил допустимую норму. К тому же молодой человек не имеет водительского удостоверения. В начале июня он уже привлекался к административной ответственности за нетрезвую езду. В Абакане на пешеходном переходе улицы Некрасова пострадал 11-летний мальчик. У 11-й школы он переезжал дорогу на электросамокате и оказался под колесами иномарки. За рулем автомобиля, который сбил ребенка, был сотрудник полиции. Как сообщили в ГИБДД Хакасии, мужчина двигался на разрешающий сигнал светофора, а школьник ехал по зебре на красный. Хотя, согласно правилам, он обязан бы успешиться. У мальчика перелом плеча и рваная рана брюшной стенки. Он находится в Абаканской городской больнице. По словам очевидцев, полицейский двигался на большой скорости, о чем свидетельствует большой тормозной путь. В ВД региона уже начали служебную проверку. В ГИБДД эти данные пока подтвердить или опровергнуть не готовы. Идет проверка. Пять с половиной лет строгого режима. Такой приговор вынес Абаканский городской суд по очередному уголовному делу в отношении жителей Хакасии и Красноярского края. Преступная группа из троих мужчин в возрасте от 23 до 50 занималась незаконным сбытом наркотиков в крупном размере. Они продавали запрещенные вещества через интернет-сайт, а сбывали с помощью закладок. Все подробности в следующем материале. Как установлено, что в период с ноября 2020 года по январь 2021 года организованная преступная группа в составе из трех мужчин занимались распространением синтетических наркотических средств на территории города Абакан. Продажа осуществлялась через интернет-сайт. Реализация наркотиков производилась через тайники и закладки, созданные осужденными. При проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции их преступная деятельность была пресечена. Из незаконного оборота изъяты наркотические вещества общей массой около 200 граммов. С учетом позиции представителя прокуратуры суд приговорил наркозбытчиков к наказанию в виде лишения свободы на срок 5 лет 6 месяцев каждому. Отбывать наказание осужденные будут в исправительной колонии строгого режима. На базе отдыха в Бейском районе загорелась баня. В этот момент там отдыхали люди. Самостоятельно эвакуировались 20 человек, в том числе 6 родителей. Площадь пожара составила 54 квадратных метра. Предварительная причина случившегося – неисправность дымовой трубы. Позже добровольцам села Июз снова пришлось выезжать на пожар. Загорелся склад частной компании в Орджоникизовском районе. В двух пластиковых емкостях горели бензин и дистопливо. Благодаря умелым действиям огнеборцев здание склада не пострадало. Причину пожара устанавливают дознаватели МЧС. В целом за минувшие выходные произошло 8 пожаров. Жительница Саиногорска перевела мошенникам 145 тысяч рублей, взятых в кредит. Как рассказала полиция, 53-летняя женщина накануне ей позвонили сотрудники банка и сообщили, что неизвестные лица взломали ее счет и оформили кредит на крупную сумму. И якобы, чтобы не допустить снятия наличных, горожанке нужно срочно оформить кредит и перевести деньги на разные банковские счета. Мол, тем самым она перекроет задолженность и позже ей на счет вернется вся сумма. Под руководством главного специалиста по кредитам потерпевшая оформила кредит онлайн на сумму 150 тысяч рублей и, обналичив ее, перевела 145 тысяч рублей на указанные в телефонном режиме номера телефонов. По факту мошенничество возбуждено и расследуется уголовное дело. Далее наш вечерний эфир продолжит рекламный блог. Затем вернемся к обзору событий дня. Реклама Мы вернем вашему ковру первозданный вид. Клининговая компания «Чистый дом» 264646. Свежий натуральный мед из Алтая. Большой ассортимент. Только 24 и 25 августа пенсионерам скидки. Город Абакан, проспект Ленина, 69 ГЦК «Победа». Школьная форма по отличным ценам. В сибирском центре детской одежды. Стильно, модно, удобно. Действует доставка с примеркой. Реклама Громко, ярко, спортивно. После трех пандемийных лет затишья горожане вновь отметили главный праздник столицы Хакасии. 20 августа в Абакане отгремел День города. Мероприятия, посвященные этому событию, начались с самого утра. В парке культуры и отдыха для жителей и гостей Абакана организовали множество спортивных площадок, конкурсов и показательных выступлений. А вечером на стадионе Саяны состоялось шоу и концерт Полины Гагариной. Подробные репортажи об этом смотрите сегодня сразу после вечернего выпуска новостей в 21.35. Ну а в целом, как рассказали в полиции, День города в Абакане обошелся без происшествий. Единственный случай произошел на стадионе Саяны. Один из зрителей в состоянии алкогольного опьянения решил спрыгнуть с трибуны и выбежать на поле. Его вовремя остановили, вызвали скорую помощь. Мужчина отделался легкими травмами. Продолжаем программу. 1 сентября в Абакане запретят продажу алкоголя. В День знаний, согласно закону, не допускается розничная продажа спиртного на территории всего города, сообщили в мэрии. Надзорные органы будут проверять торговые точки. Нарушителей ждут солидные штрафы. Упадок сил знаком каждому из нас. С разной периодичностью усталость испытывают 88% опрошенных россиян. Такие данные приводит Всероссийский центр изучения общественного мнения. Удивительно, что чаще утомляются молодежь от 18 до 34 лет. Их оказалось большинство среди опрошенных – 97%. В ЦИУМ отмечая женщины, чаще мужчин жалуются на ежедневную усталость. Возможно, это связано с тем, что представительницам слабого пола приходится совмещать работу, быт и воспитание детей. По данным опроса, главная причина утомляемости россиян – рабочая рутина. На втором месте – постоянный стресс, на третьем – дача и огород. Между тем, психологи отмечают, что к усталости может привести неправильное питание и вредные привычки. Это снижение в целом работоспособности. То есть, снижается возможность выполнения трудовых каких-то задач. И это может быть какое-то даже длительное время работоспособность человека снижается. Что еще? Со стороны физического организма – это может быть в целом снижение иммунитета у человека, частая подверженность различным простудным заболеваниям, головные боли, что еще? Ну, вообще, в целом, упадок сил. Чтобы избавиться от усталости, психологи рекомендуют чаще прислушиваться к своему организму и не отказываться от отдыха. Постараться есть полезную пищу, спать желательно не меньше восьми часов. Если вы чувствуете, что стали очень часто уставать, увеличьте в своем трудовом режиме паузу, какие-то небольшие разгрузочные, как говорится, и можно уделить как раз-таки физической небольшой активности. То есть, сделать гимнастику для шеи, для глаз, для рук, то есть, просто в целом прогуляться, в перерыв свой обеденный, это уже будет на пользу вашему организму. Отказаться от вредных привычек, потому что то же самое курение, оно не то, что просто в целом влияет негативно на организм, но и происходит недостаток поступления кислорода в организм. А недостаток кислорода – это кислородное голодание, в целом тоже провоцирует усталость. Психологи говорят, бывает и такое, что усталость становится хронической. Если должного результата не дали ни качественный сон, ни хорошее питание, ни отсутствие вредных привычек, то рекомендуется не тянуть, а побыстрее обратиться к врачу. Доктор назначит анализы, чтобы выяснить причину вашей утомляемости, и далее подскажет, как с ней справиться. А лучше все же не дотягивать до состояния хронической усталости, а больше отдыхать, любить и вовремя заботиться о своем организме. Надежда Савельева, Владислав Воронов, Андрей Аралов. Новости. С чего начинается Родина? В детских садах Абакана об этом знает каждый воспитанник. Герб, флаг, гимн – основные символы государства, известные гражданам нашей страны с раннего детства. Сегодня отмечается День государственного флага Российской Федерации. И наша съемочная группа побывала на празднике в детских садах Варенька и Дениска, посвященных национальному триколору. У воспитанников детского сада Дениска сегодняшний день расписан по минутам. С самого утра ребята ознакомились с историей праздника, узнавали значение цветов русского триколора. А веселые старты – один из кирпичиков прочного фундамента знаний школьников о государственных праздниках нашей страны. Патриотическое воспитание ребят нашего детского сада – это одно из актуальных направлений работы нашего учреждения. Изучение государственной символики в игровой форме представления, начиная с самого раннего возраста, позволяет достигнуть более расширенных и высоких знаний о нашей стране. А сколько цветов в нашем флаге? Три. А какие это цвета? Это красный, синий и белый. Девочки, как называется место, где вы родились? Холодно. Молодцы. А как называется страна, в которой вы живете? Спасибо. Поздравляю, желаю счастья. Дети научились отличать и находить российский флаг среди множества других. Получили и закрепили представление о назначении государственной символики. Сегодня в гостях у детского сада «Варенька» друзья из военно-патриотического клуба «Барс» и Совет ветеранов военно-десантных войск. Они приготовили дошколятам показательные выступления и еще несколько сюрпризов. Наша задача, общая задача, это воспитание подрастающего поколения уважительного отношения к государственным символам. И традиционно по всей стране в этот день проходят разные мероприятия, флешмобы, квесты, концерты, не исключение и наш детский сад. В середине флага синий, словно Волга по равнине, синий в уродимых рек любит русский человек. Сверху словно облака, свет снегов и молока, и чистый белый мироцвет, говорит он, воинам нет. Шары, флажки, ленточки с символикой российского триколора у всех, и у детей, и у взрослых. Ведь каждый из нас – частичка нашей Родины. Со всех сторон звучат песни о необъятной и такой родной сердцу России. Вначале снимается магазин. Стягивается просто. Автомат снимается всегда в принятиях. Я не знаю, что за это. Взводится. Ребята, вы первый раз видите, как разбирают автоматы? Да. Интересненько? Да. Эти малыши еще очень юны для того, чтобы всеобъемлюще понимать, что такое любовь к Родине – единение с народом или же служба Отечеству. Но их воспитатели талантливы. Они придумают новые игровые формы и знают, как правильно донести информацию. Сегодняшние дошколята – будущее нашей великой и дружной страны. Поэтому в этот день все для них. Екатерина Шахаева, Андрей Аралов. Новости. Ученики лицея имени Николая Генриховича Булакина стали финалистами Всероссийской креативной олимпиады «Арт-Успех». Командам школьников нужно было выполнить разнообразные творческие задания по направлениям, связанным с искусством, дизайном, творчеством в виртуальной среде, сообщает городская мэрия. Итоги регионального этапа Всероссийской креативной олимпиады «Арт-Успех» подвели на прошлой неделе. Творческая команда учащихся из Абаканского лицея имени Николая Булакина стала финалистом этапа и прошла на федеральный заключительный этап в составе пяти лучших команд Хакасии. В завершении выпуска о погоде. К концу недели в Абакане потеплеет до плюс 25 градусов. Сегодня и завтра в столице региона еще будут дожди, а со среды выглянет солнце. Воздух прогреется до плюс 23. Правда, ночами будет по-прежнему прохладно. Плюс 8, плюс 9 градусов. Максимальная температура ожидается к субботе. По прогнозу синоптиков будет плюс 25 днем и плюс 11 в темное время суток. В воскресенье в Абакане вновь вернутся дожди. На этом пока все. Далее не пропустите подробные репортажи с площадок празднования Дня города в Абакане. Ну а еще больше новостей на нашем сайте abakan24.ru Кроме того, подписывайтесь на нас в телеграм-канале Абакан24 и во всех социальных сетях. QR-код вы видите на своих экранах. Присоединяйтесь. До свидания. Всего вам самого наилучшего.